Друзья, всех приветствуем! Вы смотрите Найзадай подкаст. У нас сегодня в студии, как и обычно, глава Лиги Найза Нурбек Карабала, матчмейкер Лиги Найза Жандарбек Кисимов и меня зовут Миша, если кто вдруг забыл. Нурбек, ты буквально только вернулся с Москвы, там были финальные, я так понимаю, подготовки уже к совместному турниру с Ураловси. Хочешь сегодня об этом поговорить, о свежих новостях, которых тоже достаточно на самом деле много, но давай начнем с этой поездки. Во-первых, я так видел, что проверяли твою силу удара, ты сражался и с Дациком, и с Галломом, и с Ленаром, и еще с многими другими ребятами, с Хадисом Абрагимом, по-моему, тоже. Потом были стердауны уже первые, и я так понимаю, что тоже были какие-то перекрестные интервью. Расскажи поподробнее про всю эту поездку. Ну, в принципе, да, такое интересное событие, необыкновенное, можно сказать, непривычное для нас. Пришли в спортивном таком комплексе, в боксерском зале, пришли такие медийные достаточно, Минаков был, ну, был, соответственно, Дацик Галлом, Даурей Нермеков, Шамилов, Ильдарик с нами поехал, наш спортивный директор. Ну, и другие гости, там, олимпийские чемпионы по гимнастике, насколько я помню. Да, и, честно сказать, раньше не смотрел, не увлекался, но олимпийский чемпион по гимнастике, это в любом случае, там, такой серьезный, достижение, и я думаю, что его личность, она в любом случае, там, в России, ну, интерес в любом случае будет проявлять. В целом, ребята, наши коллеги с Урала все подготовились, хорошие такие пресс-подходы были, участвовали в измерении ударов, только это чуть по-другому, там, по груши было, в перчатках, там, с фиксацией. Ну, в целом интересно. Дацик с Галлом чуть не по... Ну, по крайней мере, нельзя назвать это, они подрались, но чуть не забодались, да, головами своими. Я видел, что ты пытался их разнять, прям охрана пригодилась, да, для этого. Да, я... Вот сколько раз я стою там по центру всегда, я ощущаю эту мощь, да, двух бойцов, а когда, там, ты стоишь между тяжелыми бойцами, да, грубо говоря, там, на двоих у них, там... Килограмм 300, наверное, есть. Килограмм 250 точно есть, да, там, 250 точно есть. Четыре человека можно, да, что разничать. Да, наверное, даже, ближе к 280-70. Я думаю, уже здесь на стартауне будет, наверное, что-то потяжелее, соответственно, будем, наверное, этот, между ними уортстекло ставить или что-нибудь такое, чтобы они не забодали. Просто поставь Жандарбека держал. Да, Жандарбека. Может быть. Шути. Почувствовал мощь, ты говоришь. Изменилось ли твое мнение? Ты говорил, что, когда ты давал изначальный прогноз на этот бой, сказал, что, скорее всего, Галам уронит хотя бы один раз Дацик, Дацик, наверное, тоже. А вот сейчас, когда ты вот прям между ними стоял и действительно уже их габариты почувствовал вживую, что ты почувствовал? Ну, видишь, Галаму все заранее там авансом выдают победу. Почему? Потому что у Галаму очень хорошее такое прошлое, да, там все говорят там... Галаму победу выдают? А, Дацику, то есть все думают, что он выиграет, там, исходя из его опыта. Но Галам на этом стартауне показал, что он готов рубиться, рубиться там не на жизнь, а на смерть, да, то есть для него это принципиальный бой, он очень хорошо готовится. И тут даже на стартауне боль выглядела так, что, там, приехав с Казахстана, Галам чуть даже наглел там и давал понимать, что, дал понять, что, как бы, этот будет такой, будет жаркая битва, да, что он готов на все сто процентов. Что у Галама не отнимать, это характер, который он хочет проявить и проявляет всегда. Даже будучи таким бойцом, прошедшим только всего лишь один бой в ММА, там, один бой, а, два боя в ММА, один бой, там, в этой ударке. И вот он согласился на такого, можно сказать, серьезного оппонента, с которым у него реально будет, наверное, заруба. Я также остаюсь при своем мнении, что, скорее всего, Галам уронит его в первом раунде. И дальше уже, если встанет Дацик, то будет рубка все три раунда. Хороший бой нас ожидает. Я вот действительно там посередине постоял вчера. Такого напряжения даже от Даурина Ермекова. Ну, Даурина Ермекова в своем стиле, и Шамилов такой скромноватый, но этот бой тоже обещает быть. Я больше, чем уверен, что это будет такой, знаешь, как бой, который все люди будут смотреть стоя, все фанаты, да, там, ММА. Так же, как и, там, Багдат Казбек, Дауриен с Рустамом, Русланом и Дацик Галом. Это три боя, на которых действительно люди будут стоять, а не сидеть. О них поговорим сейчас чуть попозже. Очень хочется узнать мнение Жандарбека. Что думаешь по поводу Дацик и Галома? Такое же мнение, как у Нурбека, или есть своя какая-то точка зрения? Я думаю, в любом случае, бой будет не до судейских решений. Там всего лишь три минуты три раунда, я думаю, в любом случае, с нокаутом выгодят один из них. И кто-то руку сломает, я обязательно думаю. Потому что у них слишком сильные удары. И крепкие головы. Ну, так что будет прям очень быстрый бой, думаю. Что, кстати, по правилам в итоге, это будут боксерские или ММА перчатки? ММА перчатки. ММА перчатки. Да, они выбрали ММА перчатки. Точно кто-то сломает руку. Так что сильно не моргайте. Да. По поводу силы удара, ты какое место занял? Что-то я там посмотрел, как будто бы предпоследнее или... Шестое, кажется. Шестое занял. Первое. Хадис. Ну, Хадис, да. Хадис. Ильдар хорошо ударил. Второй. Второй Ильдар, да? Нет. Пятый Ильдар был. А пятый Ильдар? Да. Исиняш перед вами был. Второй Исиняш Руслан Шамил был. Потом Доврин Ермеков. Потом Удацик. А потом Угалума. Да-да. Шамилов хорошо ударил тоже. Ну, Хадис Ибрагимов. Там, знаешь, на самом деле, нужно посильнее ударить и точно попасть. Я потом только сообразил, что там специальные квадратики в этой груши, куда нужно бить. И туда нужно было попасть, да? И я так понял, что датчики стоят именно там. Три попытки дают же, да? Да, три попытки. Все в основном били, ну, как по центру старались. Потому что я изначально когда спросил, он мне сказал, что датчики вдоль и вокруг этой груши. На самом деле, когда я там уже взгляделся, посмотрел, там наклейки приклеили же. Рекламные там, еще и так далее. И там были такие квадратики. И, скорее всего, я так больше, чем уверен, что датчики, скорее всего, там стоят, в этих точках. А про цифры объяснили? Это какие-то условные единицы или это килограммы? Ну, наверное, видишь, сейчас же по-разному. Там есть груша, которую бьешь, она улетает, да? Это, наверное, скорее всего, там скорость или еще что-то. Здесь больше, наверное, по силе, там по точности, да? Если честно, вот я вижу, не профессиональный боксер. И не могу понять, где реально сила замеряется, да, там. Иногда там в этих переходах, где эти груши стоят, девчонки выбивают там миллион двести, ну, тысячу двести, да, там тысячу. Но я знаю, что там есть три уровня. Там слабый, средний и сильный. Допустим, вот помнишь, когда был турнир, Садридин выбил тонну, да? Вот тогда был самый сильный уровень, когда реально, да, там многие на улице пробивают, простые ребята, а он прям с таким мощным там ударом еще с такой, знаешь, как бы с таким разгоном хорошим, он выбил тысячу с чем-то, да, там. Ну, это вот многое объясняет, что там нужно уровень ставить и так далее. Ну, я думаю, раньше, помнишь, время было, да, когда Тайсона измеряли удар? Говорили, что у Тайсона вот тонна, да? Скорее всего, вот действительно у Тайсона тонна. А то, что вот сейчас мы там делаем, вот даже вчера там 600-700 ударили, наверное, это так, чуть далеко от правды все-таки. С другой стороны, не важно же там как силу удара, а важно там куда оно попадет удар, скорость. Еще, да, нужно знать, куда попадешь реально. Я помню, вот у Тайсона тонну весили, тонну там замеряли, да, там. В Гене тоже самые такие были. В Гене, да. Там же был тоже профессиональный боксер соревновал с вами, Мышев, и он вроде не очень много выбил, но он, правда, не тяжелого веса. В конце, который бил? Да. Такой в майке ходил, да? Да, 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 я видел, да, он бил. Да, что-то он не смог выбить, да, там, но он, кажется, тоже нормально выбил, по идее. Его не замеряли, кажется, да? Я думаю, а их не добавили. Он просто потом вне турнира ударил. Там еще кикеры били. Он хорошо выбил, да, где-то 500 или 600, что-то такое. Я просто помню, что, по-моему, вот на панч-клабе, вот откуда это как раз груша, они тоже проводили, и там, по-моему, лучше всех, чуть ли не тяжелый атлет какой-то или кто-то выбил. То есть не боксеры, а вот именно непонятно, насколько. Если не ошибаюсь, в России чемпионаты проходят по такому виду спорта, да. Не, надо, видишь, я первый удар, когда ударил, я чуть левее ушел, и прям скользь груша она прошла, первый удар. Вот туда я зарядился, реально. Но и то мы били по центру, надо было бить квадратики там. Они снизу стоят и сверху стоят. У Ильдара она хорошо получилась. Ну, Ильдар тоже хорошо выбил, да, 500 чем-то. Мне интересно было, почему никто не бил по-колхозски вот так. Мне кажется, больше может он выдастся. Вообще, по идее, это ты говорил, так и говорил, что, типа, надо бить по-колхозному, ну, то есть не по правилам бокса. Дацик же так бил, наверное. Он же колхозник. Я не заметил. У него колхозский удар. Я смотрел себе боковое прямые били. Вот так само говорит. Надо было колхозский вот так шарс. Потом, после завершения, пошли поужинали вместе. Там Радмил был, Ленар, коллеги нашего с Урала всей. Ребята с Хадис Ибрагимов, там Гаджи автомат. Данцик даже был. Руслан Шамилов чуть посидел, потом ушел. Ну, в принципе, неплохо посидели, покушали. Очень вкусно. Москва преобразилась. Лужники, да, там. Я первый раз вообще на этом месте. Прикольно. Воробьеву гору увидел. Неплохо. Уткой тебя покормили? Уткой? Пекинской. На подкассе на прошлом обещали, по-моему. А, кстати, да, вот обещали, не сделали. Не, не покормили. Кушали мясо. Очень много мяса. Я так максимально сдерживался, но пришлось поесть. Набрал, кажется, пару килограмм. А, кстати, не было соревнований между датским и Галом, кто больше съест, не знаю, что-нибудь, что обычно едят? Там, наверное, соревноваться не приходилось. Почему? Потому что они реально съели очень много. Галом, мне кажется, потяжелил на 5 килограмм. Хорошо, что ему не надо вес гонять, да? В сторисах видел то, что Нурбека выложил. Это завтрак Галом. А, да, да. И там 4-5 яйца, кажется, омлет, что-то такое блины. И это, конечно, мощно. А вот ты же с Галом вместе ходил, правильно? Ты жил, наверное, с Эльдаром или один? Ну, как жил? Мы же приехали, мы днем какого-то там были. А, в гостинице. Не, мы были в гостинице, но они, да, вдвоем были с Галом. Я наверху был один. Я просто хотел спросить, ты с Галомом находился рядом, и вот все-таки вот эта история там на взвешене, что он бодался, это действительно он сейчас прям так жестко настроен? Или все-таки как-то больше из-за нервов? Галом, если честно, для Галома, знаешь, как бы... Вот он, наверное, как бы еще не перешел на уровень того бойца, когда там думает о виде, думает о моменте, да, там, как-то себя преподносить для аудитории. Он это все не совсем понимает, мне кажется. Он пришел, он видит своего соперника, с кем ему надо драться, и он это принципиально понимает. Все, мне с тобой драться, я с тобой не могу сейчас сюсюкаться, я с тобой не могу сейчас обниматься, я с тобой не могу быть хорошим. То есть я должен тебя бить, вот он в таком настрое. Если там многие другие спортсмены там как-то это воспринимают по-другому, может быть, даже сам Даск там как-то может быть. Но в любом случае он настроен на то, чтобы побить, и он не может с ним сейчас в хорошем тоне или там, не знаю, в хорошем расположении духа быть. Он заточен с первых дней после того, как мы объявили. И вчера даже за столом, когда я сидел, ты видел видео, не видел? Он с первых часов, как он приехал в Москву, он был такой, знаешь, как бы, типа, где он? Там, мне с кем драться? Типа, да, там, кто мой соперник? Вот так, да, то есть такие вопросы. И когда Настердам вышел, я думаю, вот это и есть реакция, что, да, он понимает, что он тяжелее, да, он понимает, что он опытнее, но ни шагу назад, как говорится, и он понимает, что, ну, будет драться до конца. Все, что он может, все, что он имеет на сегодняшний день, он все проявит там, даже больше, я думаю, да. А нужно говорить там о характере, о настрое. Конечно, он бешеный, и он такой заряженный. Даже где-то бывало так, что, типа, так смотришь, пострадал, но как будто галом, галом там фаворит, да, а дацик андердог, то есть так выглядело, да, по крайней мере. И это его вот это настроение, это его дух, это его настрой, это его, это его, вот он все хотел проявить, то, что, типа, я не боюсь тебя, ни на секунду я тебя не испугаюсь, я назад не отступлю, будем драться до конца, я лучше усну там, или ты уснешь, но бой так закончится. А так что? Ходить, гладить друг друга так не будет точно, а не. Прямо метиной, да, никакого такого не будет. Микрофон, кстати, говорит. Все слышно, наверное. Да. Ты рассказал про то, что сколько галом ел, хочется спросить, сколько он пил, потому что у нас сейчас на столе вода Найза. Вот он, кстати, ему не хватало в Москве этой воды. Найза вода очень вкусная, и он ее искал. Кстати, ребята, кто приобретает воду, помогает, вот здесь даже написано, поддержи спорт в Каастане. Каждая покупка этой воды помогает нам двигаться дальше и делать это круче. Так что покупайте, поддерживайте нас. Если находите на прилавках, вместе с прилавком вырывайте. Ну, так, шучу, но покупайте, короче, все. Ну, и надо помнить, что это начало ваших побед. Жан-Дорбек, попробуй, интересно, твой экспертный линис. Я каждый день пью. Попробуй сейчас, мне кажется. Жан-Дорбек вот как с появления этой воды начал вообще по-другому вести себя. Лучше тренироваться. Я еще чуть-чуть не подряд на тренировки хочу сейчас, в момент такая сила. Лишь бы вода была. Бокс. Он реально ходит на тренировки ради того, чтобы воду попить. Да, в любом случае. Давай теперь перейдем к бою Руслана Шамилова и Дурена Ермекова. Бой за два чемпионских пояса. Ты же расскажи немножко про то, что увидел, не знаю, в глазах ребят, понимают ли они, что на кону такая большая ставка. И действительно, для них обоих сейчас, они идут на серии с побед, очень важна эта победа. Да, знаешь, вот именно по их бою, если там по нагалами боя мы там чуть веселились, даже стартаун такой получился, там типа толкались и разнимали. И все равно это, знаешь, как бы, да, понимаем, что будет страшно, понимаем, что будут как бы жуткие удары там и все такое, но при всем при этом это было весело, знаешь, как забавно, грубо говоря. А вот на стартауне Шамилова и Ермекова, знаешь, что-то такое присутствовало, типа холода, расчетливости. Они друг друга так изучали глазами, смотрели на антропрометрии друг друга, там на параметры рук. В принципе, они практически одинаковые. Чуть-чуть, кажется, Даурем выше, да? Чуть-чуть. Ну, по видео, да, оказалось, что Ермеков чуть побольше. Но при том, при всем, и Даурем понимает, что это очень опасный соперник для него. И Шамилов понимает, что это очень опытный и, наверное, один из сложнейших соперников в его карьере. Победитель забирает все. Я думаю, для Шамилова это будет, знаешь, как бы такой переход на новый уровень. Если он там был когда-то проспектом, потом стал профессионалом, победа над Дауреном даст ему выход в топ. В топ этого дивизиона, там, в СНГ, можно сказать, в мире, да? Для Даурена это очередной раз. Даурен уже опытный боец, он много сделал в ММА. Но, знаешь, как бы со временем, когда ты идешь-идешь, ты видишь новых-новых персонажей, новых-новых людей, новые бойцы тебя догонять начинают. И ты каждому должен доказывать. Вот сейчас у Даурена такое, как бы... Его хотят... Такое ощущение, как будто он понимает, что его хотят проверить на прочность. И этот бой для него, он такой принципиальный, для Шамилова принципиальный. Если говорить о Даурене, там, ну, он уже достаточно такой взрослый парень, а Шамилов чуть помоложе, да? И я думаю, такое хорошее... Для Шамилова это хорошая путевка в будущее. Такое, наверное, можно сказать, даже если он выиграет, там, спокойно можно переговоры вести, там, UFC, Белатр, да? Если Даурен выигрывает, он очередной раз доказывает, что он сильнейший в СНГ, в Центральной Азии, в этом весь, в мире. Жанда, понятное дело, что глупо смотреть там за спины ребятам, но есть уже у тебя тоже понимание, вот определиться новый чемпион Найзы, кто будет дальше на 84, или тоже там, может, думаешь, что еще можно будет сделать им второй бой? Я посмотрел тоже, на данный момент по Fight Matrix, Шамилов выше стоит, в 106-м месте, если не ошибаюсь. А уже Даурен? Нет, точнее, Даурен стоит на 106-м, а Шамилов в 155-м, если не ошибаюсь, в таких местах. Для обеих же бойцов этот бой очень интересный, очень нужный бой. Оба хорошие, оба с хорошим стриком идет сейчас, на данный момент. Кто из них выиграет, тот зайдет на топ-100. список Fight Matrix, тем более на 84 килограмм не так уж прям много бойцов, как на 61, 66 или же 70 килограммов. Думаю, для обеих же бойцов это будет очень хорошим возможностью подраться условно в будущем в Америке. Как вы сказали, UFC или же Беллатор. Шамилов до этого выиграл уже два казахстанских бойцов, они же все, как можно сказать, друзья. Друзья, да. Ермеку. Ермеку, я думаю, это принципиальный бой для него необходимый. С Муратом Адурхуановым они в одном зале сейчас тренируются, вернувшись. Они давно уже знакомы, да, как братья. Часто бывает его спарринг-партнером. Тем более казахстанские фанаты и фанаты Ермеку, они прям просят, чтобы Ермеку выиграл до срочности Шамилова. Тут очень интересно посмотреть на их битву, если честно. Я думаю, если Даурен проиграет, Гойте придется переходить на вес выше и уже доказывать, что как бы поезд должен остаться в Казахстане. На данный момент 84 килограмма, если посчитать, Руслана Шамилова в Казахстане, он номер один, можно сказать. А Даурен на данный момент топ-3, я думаю, в России входит на 84 килограмма. И они должны доказать друг другу, кто из них сильнее, и кто должен получить этот счастливый билет на будущее. Ты же сказал, что еще были Хадис Ибрагимов и Гаджи Автомат. Ты как-то тоже с ними, я не знаю, закинул удочки, что, может быть, в ближайшее время их увидят в Найзе, и просто было какое-то с ними общение. Не, они в Баттербол хотят сыграть за Урал команду. Тот же Хадис Ибрагимов. Что-то с Минаковым переговоры они ведут. Минаков тоже как бы сказал, да, под вопросом, но, скорее всего, сыграя Ленар. Это президент, ну, типа, вице-президент. И еще кто-то, да, там. Они хотят с тяжами прийти. Ну, с тяжами им чуть сложновато будет, конечно, но... Бросать, а то легче будет. Да, игра, игра. Техника, в любом случае, техника, ловкость. Много раз видел, большие мужики. Не, ну, в любом случае, это прикольная тусовка будет, если там Хадис Ибрагимов сыграет. Он даже в сторис, он сказал, все, проблем нет. Там Гаджи Автомат. Что Гаджи же с рукой там что-то? Не, ну, Гаджи-то он... Он на выходе выйдет, наверное. А Хадис будет играть. Ну, то есть, они сказали, типа, давай, сыграем. Интересно им. Они посмотрели. Ганрар услышали. Говорят, давай, ехала. Кстати, они же оба тяжеловесы. И я вот совсем забыл о том, что в Назе есть тяжелый вес. Очень давно не видел оттуда бойцов. И не очень понятно, какая сейчас история с чемпионским поясом. Тоже можешь как-то просветить. Чемпионским поясом сегодня у Хусейна Адамова. Кстати, они с Хадисом Еврокимовым брались. В нашем деле. Да, в нашем деле. И не один раз, кажется. Два раза. Хардкор и наше дело. Какой-то принципиальный вопрос, наверное, между ними стоит. Но, если честно, я смотрел этот поединок. И он не совсем, кажется, зрителям понравился. Там была борьба, кажется, все пять раундов. Ну, да. Хадиш пытался, наоборот, ударку навязать. А тот проходил. Адамов, он такой боец. Вязкий. За титул, когда он дрался даже с Зубковым, там такая борьба была позиционная. У нас был хороший один боец, а-ля Схабов. Что-то у него ситуация сегодня. Закрыли его или что-то такое. Что-то случилось, короче, на родине у него. Также есть казахские бойцы. Акбар есть, который может драться и там, и там. В принципе, хорошо себя заинтересовал. Ну, в любом случае, чемпион это Хусейн Адамов. И будем ориентироваться на него. Я думаю, все бойцы смотрят на это. Недавно в комментарии где-то написал он интересную фразу. Что там нету на меня никого, кого вы хотели поставить. Я думаю... Кажется, он написал, типа, кто может забрать у меня пояс. Нет, что, нету никого, кто может забрать у меня пояс. Что-то такое. Ну, молодец, работает. Я думаю, в скором времени появится тот человек, который хотя бы попробует забрать у него пояс. А так, Хусейн очень такой, знаешь, расчетливый боец. Хорошо борется. И несмотря на свои габариты, он очень чувствительный в борьбе. Таз хорошо выводит, может контролировать, держать. Засушить схватку он может спокойно. В тяжах. То есть, это ему дано. Зубковому, если ты помнишь этот бой, не видел ты. Начало такое хорошее началось, да, он даже как-то... Зубков уронил его. Да, как-то уронил его, потом пошел добивать. И он в том же стиле, как он Алясхабова задушил, хотел так же задушить, но при этом, при всем он шею забрал, ноги не закинул и потянул на себя. Вот эта ошибка была. И шея очень сильно, по идее, как бы зажата была, но ноги при этом были в другой стороне. И он резко перешел в сторону там менее... В сторону меньшего давления. Шею освободил, и все. И потом все пять раундов он провел сверху. После этого уже там опасности Зубков от себя там не представлял, да. У Зубкова такая проблема, он очень физически сильный. По идее, очень хорошо борется. Мы в свое время, в 2009 году, когда я выступал, он был в молодежке. То есть, он тоже выступал и по мужикам дрался. Но он тогда то ли в 18 лет, то ли в 19 лет ему было. И мы в финале, когда дрались, я всегда дрался там в 90 килограмм, он свыше дрался. И даже на мере, когда мы в 12-м году участвовали, вот в Крыльеве Совета в Москве, я в 93-м стал. Он в 100 с чем-то... Ну, свыше весовой категории он стал вторым. Там проиграл Абдулманафовскому ученику. Как его звали? Там был такой ученик, у него какой-то такой пухлый, рыхлый, но хорошо двигается, очень хорошо бьет, хорошо борется. Шариф, Шариф что-то такое, забыл имя. Вот с ним дрался. И у Зубкова проблема, почему-то вот он из спины, когда на спину падает, он не встает вообще практически, даже попыток не делает. Хочет снизу фиксировать и работать. Но при этом, при всем, у него очень хорошая школа, база была самбо, где там выходы, свипы, не знаю, может быть, когда ты там в гарде соперника держишь, переход на руку, на рычаг на руку, треугольник. Ну, треугольник, ладно, понятно, в силу такой мышечной массы, наверное, сложновато будет. Но рычаг на руку даже попыток не было, да? У Жандарбека есть шоу, его лично называется Fight Finder, и там как раз недавно был тяжеловес. Какая судьба у него сейчас, Жандарбека? Ерболик. Он чемпион по шипалах шоу. Да, да. Такой прям, ну, прикольный пацан. Да, ты тоже? А, пельмень, да? Чемпион по шипалах шоу. Да, да. Ну, вот он такой тоже такой, знаешь, на самом деле, очень харизматичный мне показался. Какая у него сейчас судьба, Жан, да когда увидим его? Можно увидеть его, я думаю, в августе-сентябре. Он сейчас на данный момент готовится, потому что он сейчас, говорят, на двух местах работает, и необходимо ему полностью сконцентрироваться на этом и выйти на бой для того, чтобы показать для всех очень прекрасное шоу и бои. На эти тяжа сейчас тяжело писать, там очень много людей ходят даже подраться тоже. На днях написал, как его зовут? Мальдоната, кажется, да? Который ЮСидранс. Мальдонат вчера мне писал. Да, но он, наверное, хочет. Нет, он готов на замену выйти с Датском, в случае чего там, если Галом там, ну, у Галома не получится или наоборот. Ну, на замену готов, короче. Я так по его сторисам смотрю, практически каждый день тренируется. А вот про кого ты говоришь, я видел ваш этот, когда он шапалахом ударил Германа? Ответ, который остался без... А, удар, который остался без ответа? Ну, нет, кто Герман заявление написал. Ну, на 93+, я думаю, очень много вариантов. Сейчас надо... Ты говоришь много, а мне кажется, наоборот, в Казахстане так мало тяжей. На самом деле, хорошо. С тяжами хорошо сейчас. Шакишев есть, скульптур. Надо какой-то грамм примутить тяжеловесу. Шакишев есть, скульптур. Зубков есть. Вот Ерболик подписали. Акбар есть, который в 93 и свыше может подраться. Хороший парень. Вообще, он свыше, да, дрался, да? Последний раз. Да. Ну, он планирует в любом случае в дальнейшем драться на 93 килограмма. Галам есть. Узбеков много. Очень хороших. Кыргызы были подписаны, но так и не подрались. Да, вот этот ветеран. Да, Чумонов был. Чумонов. Ветеран, это он еще с Чопан. Как? Каких турниров вот этот, которые проходят у них? Ну, я, к сожалению, эти бои не знаю, но я знаю, где он. Брейв дрался. Кажется, наш эти... Атраусский теннис с ним дрался, кажется, одно время. Ждем Гран-при в чужом весь. Можно, да, организовать, поставить, да, там, машину Камри, да? Тот и шесть. Три-пять. Да, просто, я думаю, иногда не хватает внимания. И, с одной стороны, еще у чужого чуть-чуть проблема. Они очень часто получают травму. И добрые ругаться не хотят. Ти же всегда добрые. Зато все любят больших парней. Все ждут. Там все нокауты практически. В Казахстане, просто, видите ли, в основном ребята дерутся от 57 до 70 килограммов. У нас практически все такие. Казахов мало на 77, 84, 93, 99. Поставь одного терзавеса против двоих. Это будет прикольно. Это уже только не наиза, это уже другое. Если говорить про другое, в эти входные был турнир. Намат, ты смотрел? Не смотрел, но видел отрывки с каналами, ну и так далее. Вот не боишься, что будет подобное? Тоже Алматы-Арена, много народу, народ разгоряченный и погодой, и просто разгоряченный боями, тоже может быть что-то подобное, потому что я там насчитал минимум три драки, которые видел не в клетке. Ну, видишь, это бойцовский бизнес. Здесь в любом случае ребята, все собравшиеся, пришедшие, они все заточены на решение конфликта путем какого-то боя. Допустим, если говорить о культуре, у нас это рассматривается как основной дивизии, там хочешь драться, делись в ринге, и принципы наши, они больше на созидание, почему мы не хотим материться, не хотим грязи, вот это все с этим связано. Изначально вот эта лига, про которую ты говоришь, у нее изначально поставлена, я сейчас ее не хаю, а просто говорю про принципы, изначально у них это все поставлено, изначально это присутствует, даже на пресс-конференции специально, не специально, может быть, само по себе получается, но конфликты постоянно происходят. То есть к этому ведут зрители, к этому готовят. Соответственно, наверное, в их плане каком-то определенном вот эти конфликты, они стоят в любом случае. То есть если мы хотим что-то перекинуть на другое, провести какой-то чемпионат поляга, погруши и так далее, другие организации или другие люди, они хотят по-другому это сделать. Ну, каждый делает в рамках своей культуры, и это, как говорится. Мне часто говорят, Нурбейх, почему ты не сделаешь вот так, чуть ли не разденутся, еще что-то сделают, еще что-то сделают, там просмотров больше будет. Я говорю, что с этими просмотрами потом делать? Если ты, мягко говоря, пагубно влияешь на молодежь, то есть ты даешь заведомо людям понимать, что так можно. Но нельзя так, нельзя так. И я думаю, что нам нужно вообще в этом плане объединиться и какие-то там, знаешь, хотя бы этикет какой-то сделать. Не говорю кодекс, но этикет должен быть, да? Этикет, где я не переживаю, вот, ну, чтобы меня правильно поняли, я не переживаю за просмотры, которые там, возможно, они заберут там, инфоповоды. Я переживаю за то, чтобы наши дети не учились так жить, что можно там говорить там миллион раз, подраться после боя, напасть толпой, там еще что-то сделать. Этого не должно быть. Мы же работаем над чем? Над молодежью. В итоге это все закончится, наш бизнес когда-то закончится, мы когда-то умрем. И после себя мы там воспитаем плеяду молодого поколения, которое будет стремиться все время кричать на кого-то, орать на кого-то, драться без причины, ну, может быть, и даже по причине чего-то. Когда можно все решить путем там, другим путем, да? И это вот на самом деле очень большая проблема, на которую нужно сейчас обратить внимание. Сделать это как-то по-другому. Мне кажется, в этом вопросе хорошо очень помогает образование. Чем больше учатся там молодые ребята, тем, собственно, становятся спокойнее и умнее. И если кто-то из наших подписчиков тоже хочет поменять специальность или научиться чему-то новому, мы хотим вам рассказать про университет четвертого поколения, Дарьюниверсити, место, где вы можете найти прям много чего интересного, получить еще одно образование, причем сделать это онлайн, то есть можно совмещать это и в любое время это делать, и совмещать с какой-то основной работой. Переходите по ссылочке, она будет в закрепленном комментарии под видео или в описании этого видео. Пока еще не знаем, а может быть и там, и там. И учитесь, потому что знания – это очень хорошо. Тебе надоела ежедневная рутина? Чувствуешь себя не на своем месте? Чего же ты ждешь? Хватит! Пришло время изменить свою жизнь и следовать за мечтой. У тебя есть уникальная возможность изучить увлекательный мир профессии будущего. Ощути полное погружение в океан новых знаний. Превращай свои идеи в настоящее искусство. Найди свое призвание и занимайся тем, что делает тебя счастливым. Узнавай что-то новое каждый день. Учись и развивайся со своей командой и менторами. Дар Юниверсити. Начни свою карьеру в IT. Продолжение следует... Жандарбек, ты же, кстати, учишься в Дарью университете? Пока еще не начал. Жду, пока группа пополнится полностью, моя группа именно. Это первый выпуск нашего Дарью, когда он был еще в другом формате. Сейчас Дарью перешел на более айтишные такие курсы, да? Которые, почему айтишные? Потому что они сейчас востребованы, да? То есть даже, чтобы пользоваться правильно своим вот этим телефоном, нужно пройти эти курсы, да? Это в плане безопасности, в плане там... Сейчас многие мои коллеги, половина, наверное, из них не сможет заказать по интернету какой-нибудь продукт. Почему? Потому что это нужно там знать, понимать и переходить. И, наверное, население то же самое. А чем быстрее мы освоим это направление, я думаю, тем проще нам жить станет. Я просто в Китае учился на айтишника, а когда вот Дарь переехал... А, про тебя говорили в Китае? Я когда переехал в Казахстан, в Дарь учился на матчмейкера, можно сказать, да? А сейчас хочу научиться на бизнес-аналитика, и чтобы там... Три профессии, знаете. Ну, кстати, с матчмейкингом справляешься, молодец. Спасибо большое. Неплохо научили. Стараюсь, очень сильно стараюсь. Перехвалили пацана. Ладно, раз ты справляешься с матчмейкингом, расскажи нам про карт. Мы три главных боя сейчас уже упомянули. Мы еще не поговорили про Казбека и Багдата, но тоже оставим это на такой... Для вас. На торте, да. Что еще по карду интересного? Какие-то изменения есть, я слышу? Есть, да. Смотрите, уже анонс вышел, пока можно говорить. Думаю, Али Бедрис будет драться в трехраундном бою против Алисона Фернандеса Сильвы. Тоже такой же интересный боец. Чемпион локального турнира в Бразилии. 8-0. Имеет рекорд. Так, боец молодой. Черный пояс по БЖЖ. Еще неплохая ударка. Прямо боец очень универсальный. И я думаю, это будет очень хорошая проверка. 8-0 против 7-0. Против Али Бедриса. Али Рос Миша похож физически. Тоже крепкий боец. Вес похожий. А? Вес похожий. Вес одинаковый, а не похожий. Плюс к этому еще этот же Фернандес. Ему 27 лет. На два года младше Алиби. И вот этот бой будет один из очень интересных боев. Думаю, для Нурбека Харабала и для вас, Миша, будет очень интересно посмотреть на этот бой. Можно рассказать еще про 77, но пока еще он с ним вышел. Не знаю, сказать или не сказать. Говори, говорю. Да, Рамазан Гацанов будет драться против китайского бойца Джан Бао. Это будет за пояс? Да, на данный момент за пояс будет. После этого у нас в августе еще планируется Самандар Розматов против Дугласа Оливьера. И кто выиграет сейчас на 23 июня. И кто выиграет в августе, они встретятся и будет защита пояса. Пояс был у Серега Розгалиева. Все верно. Серег Розгалиев оставил пояс в связи с тем, что хотел перейти на 71. Ну, сейчас, честно сказать, непонятна его судьба. Он там все время в поисках вроде бы боев, но при этом каких-то условий для себя выбивает. Ну, подумаем, посмотрим, что там, как там. Я же, как в тот раз говорил, каждый боец не совсем понимает стоимость его боев на сегодняшний день. То есть, это нужно тоже учитывать, понимать, сколько ты там организации готова тебе заплатить тогда, когда... Готов ей принести. Да, ты ей принести готов, да, там, какой-то кипяй, образно, там, ну, хотя бы в охватах, хотя бы в просмотрах. Нет у этого, ну, к сожалению, тогда и гонорары будут для него там не совсем, наверное, не то, что приемлемы, но не совсем ожидаемы, да, там. Ну, это так работает, это не мы придумали. И пояс остался. Пришел Гасанов, который три боя, да, выиграл? Три боя выиграл, да. Он выиграл... Сперва... Шагириева после последнего боя. Шагириева выиграл. Насимжон Шарипов выиграл. Вахтау, да? Да, и еще на букву М начинается фамилия, боец Киеван, который в Китае дрался, в Триллянде дрался. Такой маленький рост там, помните? Такой очень сильный такой... Ну, выиграл троих бойцов, вот двоих я отчетливо помню, первого почему-то нет. И Шагириева у него такой достаточно, можно сказать, равный бой прошел, победу ему отдали, оба бойца устали, вот что мне как бы не совсем понравилось, но он обещал там в плане темпа, в плане какого-то там, знаешь... Это тот поединок, который, наверное, не совсем там люди захотят увидеть, но при этом, при всем, это, наверное, такой один из атлетически сложных, настроенных бойцов, характерных бойцов Гасанов, который там уже давно просится за пояс, и он по праву реально переходит, потому что Шагириев у нас три или четыре победы сделал, и достаточно таким претендентом был хорошим. Ну, чтобы дебютировал на зоне. Да. Я думаю, если сегодня там он подравшийся китайц, да? Угу. Чанг Бао. Китайц хороший, кстати. Если он китайца проходит, или китайцы проходят вперед, отсюда Пума с Амандаром выясняют отношения, и где-то к концу осени мы увидим, наверное, уже поединок за титул этого веса. Такая достаточно хорошая история. Вот этот поединок. Еще у нас недавно с Фанилем на подкаст «Плохой, хороший, злой» приходил Акула, Тимур. У него тоже бой. Угу. Он будет драться. Эрнест Садыков, боец, ему 29 лет, рекордом 3-2. Схожие, ну, такие уровни на данный момент. Они будут драться, да, Акула, я думаю, после поражения, после последнего боя, покажет себя очень в хорошей форме. Он мне говорил, недавно, когда встретились, то, что в Осетии он набрал очень хороших опытов именно в борьбе, и сказал то, что этот бой он даже практически не прочувствует и выиграет. Он готов, говорит, в следующий месяц опять же потраться. Еще есть, помимо этого, Абу Нурбулат против Заваева будут драться. А Заваев, Гаджи Мурат, он чемпион мира по АМАФ, до этого еще в Найза Гран-при выигрывал одноклубника Акулу, да, и Абу Нурбулат и Ильшата Даурова, да. У них тоже такой бой интересный был. И сейчас вот Абу Нурбулат, он придется встретиться с ним. Ильшата, может, можно сказать, выиграет за Ильшата. Или же, не знаю, Заваев два раза выиграет бойца из Дартима. Посмотрим в бою. Ну, тут два валюта. Несмотря на свой рекорд, у него 2-1, да? 2-0. 2-0, но достаточно только у любителей. Опытные, да. Опытные, сильные, да. Уже сегодня он представляет очень большую угрозу, и Абу Нурбулат при своих 8-1, да? 8-1. 8-1, ну, придется попотеть, да, чтобы выиграли этого соперника. Это не проходное. У Абу Нурбулата просто профрекорд, а профбоев больше, чем у Заваева. Но у Заваева больше любительских боев, чем у Абу Нурбулата. Ну, чемпион мира Аймаф, это 50 стран. Это хорошо, да. Хороший результат. Еще вернемся немножко к намаду. Там дралось два бойца, которые связаны с Лигой Найза. Первый – это Мурадбек, Касымбаев, второй – Жуман, Жумабеков. Начнем с Жумана. А три даже. А кто еще? Санжар Таджиев еще. А, точно, Санжар. Он же, да, в первом бою или во втором бою дрался. Я просто забыл, да, уже. Точно. Ну, хочется начать с Жумана. Человек, которому ты в свое время сказал, что надо заканчивать. И после того, как он реально жестко проиграл на турнире Найза, у него оторвалась половина уха, он прям обороты нереально какие-то забрал за эти два месяца. Даже за месяц он успел подраться и на хардкоре, где там эпично выиграл нокаутом. И сейчас на Маде, где тоже очень в хорошем бою, на хорошем темпе победил своего соперника. Как тебе вот это возвращение Жумана? Жуман, на самом деле, после травмы уха на Найза 51, да? 50-50, да? 50-50. На Найза 50, юбилейный Найза же, да? Да-да-да. После этого он, мне кажется, он через неделю там уже вышел на тренировочный процесс и не переставая тренироваться. Сам по себе такой парень характерный, всегда пашет, трудолюбивый. Он замотивирован тем, что он пообещал маме, что построит дом, купит дом. Скорее всего, вот эти его частые выходы, они неспроста. Это не из-за того, что он там любит драться. Скорее всего, он хочет быстрее дело с этим закончить и привезти маму, возможно, свою супругу. Буквально вчера мы с ним были в бане вместе. Они пригласили меня, команда Сахпротив. Жуман был там, Асан и многие-многие. Дидар, руководитель команды. Сидели, пообщались. И Жуману очень понравилась история с Эльдаром Кудайбригеном, то, что он пришел. И где-то он там даже, знаешь, намекнул, братан, я тоже скоро завяжу. Ну, как еще какое-то определенное время я тоже завяжу. Я тоже буду работать рядом с тобой месяц. Я говорю, на самом деле, Жуман – это тот человек, который с первой наизы дрался в 2013 год. Для меня он действительно дорог. Для меня он имеет значение в плане, как боец, как человек, очень уважительный всегда. Ну, то есть отношения между нами очень хорошие. Дай Лах, чтобы они так продолжались. Я думаю, что даже после его завершения карьеры мы обязательно найдем ему место. И оно уже есть в виде комментаторов, не знаю, может, каких-то ведущих. Для меня это действительно дорогой человек в этом плане. И что касается его поединка, я, к сожалению, не смог посмотреть. В прошлый бой я его посмотрел, нокаут в этом поединке. Я в дороге был, летел с этого, с Астаны. И позже, когда я прилетел, он написал мне сообщение, что выиграл туда-сюда. Я поздравил его. Я думаю, большая такая мотивация – это условия, деньги, чтобы быстрее и быстрее заработать, решить вопрос с квартирой. Ну, представь, ты живешь в городе, у тебя нету квартиры. Ну, для казаха, я не знаю, как в Москве, в других странах, я знаю, что там, сказать, им проще. Человек может прожить всю жизнь в арендованной квартире. А вот для казаха, для казахстанца, своя квартира – это достижение очень большой жизни. Это, в первую очередь, это твое, как говорится, наследство, которое ты там оставишь детям и так далее, и так далее. И в этом плане он сейчас без отца же, он рос, живет, мама одна, там есть родственники, братишки, братья, сестры, которым он должен предоставить кровь. Он взял на себя такую ножку, я думаю, что это очень дорого, очень дорогая история такая, значит, как бы человек, который дерется ради того, чтобы приобрести квартиру своим близким, сделать какие-то условия для них создать. Паша – это очень крутая история. И Жуман в этом плане, он мужчина, красавчик. Делает то, что может. Он, если бы, наверное, мог там строить что-то или там, не знаю, изготавливать что-то, он, наверное, так же занимался, как и в боях. Но сейчас он в боях, он умеет очень хорошо драться. Он это показывает. Конечно, не молодеет, но с каждым боем, я смотрю, он какой-то, знаешь, молодой совсем парень. Хотя он немного младше меня. Ну, зрелищности ему не занимать, рубится до последнего. Да, и когда-то его прозвали Артура Гати, стиль боя такой же, никогда не уворачивается от ударов, идет вперед, полнейшая рубка. И еще один человек – это Муратбек Касымбай, тоже человек, который и работал комментатором, я так понимаю, в лиге, и вообще, ну, друг лиги Найзы. И он уже второй раз возглавляет большой турнир. Я вот тоже, ну, был бы рад, например, если бы там сделали действительно его какой-то там реванш с персидским дагестанцем на Найзе, это, мне кажется, тоже был бы очень крутой бой, который мог бы собрать опять же арену. Да, интересное противостояние было бы. Ну, я вел же переговоры, я же рассказал, с его братом там, он назвал сумму, которую как бы я посчитал, что это слишком много. Ну, не знаю, есть ли смысл в этом реванше, чисто чтобы потешить нашу аудиторию. В принципе, мы форму Муратбека Касымбая видим, и он уже сам не верит в этот реванш, типа не приедет, не согласится. Потому что сегодня, смотря на Муратбек, мы понимаем, что там его близкие мне говорят, он скоро завяжет, но он только, мне кажется, кураж вошел, он, мне кажется, только в форму вошел. Я чуть опасаюсь вот этих моментов, чтобы он там часто не дрался, как не повторилась история, там, тех лет, которые там в прошлом были. Но Муратбек в очень хорошей форме, очень хорошей в физической форме. И если там сделать ему с каким-то конкурентным, хорошим бойцом, да, однозначно, в любом случае. Вот и в этом, и в прошлом турнире, я считаю, что сыграл Муратбек основную роль. Это он собрал арена. И в хардкоре, и в номаде. Ну, то есть вероятность того, что он тоже будет хедлайнером какого-нибудь турнира на ИЗА есть? Ну, однозначно, в любом случае, там, мы, я же хотел сделать его бой с Артемом или Корней? Артем, да? Артем. Артем Тарасовым. У них была ситуация, там, какой-то видеоконфликт, там, перешел, да, там, везде гулял. Но суть в чем? Суть в том, что Артем мне показался на тот момент таким конкурентным бойцом, но, к сожалению, он проиграл свой очередной бой. Не то, что он слабый, но он как бы не совсем серьезно относится вообще к тренировочному процессу. Мне так показалось. Его тренер мой тоже товарищ. Очень хорошо общаемся, извиняюсь, очень хорошо общаемся, разговариваем, и я так вижу, что он не совсем там, знаешь, как он больше. У нас на канале на ИЗА-ТВ вышло интервью с Алексеем Прокофьевым, и если вам интересно, то посмотрите. А вот это то, что в углу стоит, сюда надо нажать. Да, вот, вот же оно, вот оно, здесь летает. Жан, да видишь его? Да. Вот рядом с тобой. Да, я не смотрел, но мельком увидел, и даже его рекламировал у себя на инстаграме, в сторисах. Мы хотели сделать этот поединок, потом он, к сожалению, проиграл, и проиграл что-то так быстро, удушающим, не знаю, что-то было такое, я как бы так посмотрел, что как бы... Хотя и Мурадбек был после травмы, но мне кажется, они тоже не совсем представляли, кто такой Мурадбек. Там посмотрели по прошлым боям, Мурадбек, во-первых, очень сильный в ударке и очень хорош в борьбе. Если там Мурадбек будет слушаться своих тренеров, сделает план, он сделает реально крутейший бой. И он, наверное, скорее всего, там в МММ, ему там мало кто может противостоять. Просто он иногда его клинит, и он начинает тупо идти вперед, и просто даже вот так руки опустив, может идти вперед и принимать на себя все удары, но в итоге хочет нокаутировать, вот как с перцем было, то же самое, да, там была возможность побороться, там была возможность других моментов, он нету, отпустил руки, пошел вперед. Знаешь, мы можем на это реагировать так, по-разному. Там я буду говорить, блин, там, зачем так делаешь? Зрители могут, но он запомнится этой историей, он запомнится своей, как говорится, непоколебимостью, запомнится своим, своей вот этой отважностью и неуступчивостью, да, наверное, то, что он ни шагу назад не дает, вот, знаешь, как будто это характер, да. Вот этим он запомнится. И в истории мы помним только таких бойцов. Ряд бойцов было. Сейчас даже взять не проигравших никогда за карьеру. Но мы помним кого? Тайсона. Мы помним Мухаммед Али, мы помним Андерсона Сильву. Мы помним таких бойцов. Они могут проигрывать, но они в памяти остаются. Почему? Потому что они рискуют. Вот риск нас поворачивает к тому, чтобы посмотреть. А те, кто не рискует, да, они крутые бойцы. Там еще, 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 еще. Ну, в боксе, допустим, Мауэзер сравни и там Тайсона сравни. История наследия Мауэзера, она намного, в моих глазах, намного меньше, чем Тайсона. История. Почему? Потому что у него была тюрьма. У него были скандалы, у него были нокауты, у него были падения, и у него были после падения взлеты. Вот эта история помнится. А стабильность, она как бы не совсем запоминается, да? К сожалению. Хорошо для бойца, кажется, стабильность. Ну, по Флойду я бы и поспорил. Флойд. Ну, вот тоже историю написал. Нет, для меня, для меня, не, он написал однозначно, но для меня он намного меньше, чем Майк Тайсон и Мухаммед Али. По весу точно. Однозначно. У них сейчас, кстати, по поводу скандалов, я не знаю, видел это или нет, сегодня же, по-моему, дрался Флойд, ну или типа вчера ночь, и там у них закончился потасовкой бой. Я видел, что-то телохранители вышли, да? Да, там все начали. А кто выиграл? А там, я не понял, дисквалификация, да, там остановили бой, началось. Самый прикол в том, что, да, если был бы это Майк Тайсон, мы бы конкретно четко знали, кто выиграл. Вот ты сейчас обозреватель спортивный, да? Я за боксом не осуществлю. Ну, даже за боксом. Но в любом случае ты говоришь, и сам не понимаешь, что выиграл. Решения не знаешь. Мы бы конкретно четко знали, если это был Майк Тайсон. Мы бы конкретно четко знали, если это был Мухаммед Али. Мы бы конкретно четко знали, если это был бы... Кто выиграл этого Головкина? Канело. Канело. Я, кстати, за Канело тоже не слышал. Ну да, допустим, я говорю, вот если был бы вечер, мы бы конкретно знали, кто выиграл. Вот с Мауэзером вот такое у меня. И у многих я замечаю, кто выиграл. Ну, Мауэзер, да, если там нокаут или так далее, что-нибудь. Он, знаешь, Мауэзеру чуть повезло в последние 2-3 года он там подрался же с этим, с Макгрегором. И вот это, наверное, ММА-тусовка. А раньше не было такого разделения. Он и с Полом же тоже подрался, с Джейком Полом. Ну вот, а раньше не было такого... Мы не разделяли там... Майк Тайсон был у нас как реальный ММА-щик, да? Может быть, меньше контента про ММА-щик было? Да, просто ММА не было. Нет, было? Почему? Был UFC? Ну, в смысле, тогда зарождалось все только. Да, да. Да, Тайсон просто их вырубал. Мы говорили про трэш-ток в Номаде, но есть трэш-ток и все-таки в Найзе, но чуть другого порядка. Багдад Жубаныш и Казбек Сагын. Расскажи, что думаешь, во-первых, про их трэш-ток, а потом уже про их бой. Ну, молодцы ребята. Делают что-то интересное. Единственное, я там изначально им говорил всегда и говорю нашим бойцам. Есть много вещей, в которые нельзя лезть. Это религия, семья, национальная принадлежность. Я думаю, они все делают красиво. Мне нравится. И, знаешь, как бы... Я больше чем уверен, что если они сейчас здесь будут съесть, там вместе, да, там рядом со мной, они будут шутить, смеяться, там, друг друга задевать. Но они не подерутся. У вас же было как раз видео недавно. Да-да-да. Они подерутся только в ринге, в клетке. То есть это однозначно. Очень... Во-первых, это, видишь, два тренера, то есть два клуба, Дартим, Еркен Кэш, где там их тренера там реально там знают, что такое грань, там еще что-то. Воспитывают, работают над этим. Потом это два бойца, которые прошли какой-то путь, ну, не какой-то трехкратный чемпион мира в своих дисциплинах. Это очень серьезная дорога. Заслуженные мастера спорта обоих в своих неолимпийских дисциплинах. Вот представь, в олимпийском виде ты один раз чемпионат мира выигрываешь, ты получаешь заслуженного мастера спорта. И, возможно, ты там проводишь за чемпионат мира в олимпийских видах спорта там три или четыре схватки. Эти ребята провели в каждом турнире по четыре боя. Умножая это на, ну, в этих одном чемпионате мира. Минимум четыре боя. Мне кажется, у Багдата даже больше было, когда он в ОМА игрался. Ну, скажем, в среднем четыре поединка. Они по 12 поединков должны были сделать, чтобы получить заслуженную мастер спорта. Это очень серьезные ребята, которые 23 июня на Алматы-арене покажут крутейшее зрелище. Я думаю, если в Олимпиаде был бы ММА и рукопашный бой, они бы стали бы по-любому чемпионами Олимпиады в этом. Ну, да. Сейчас же вот была попытка что-то с ММА. Но я думаю, вообще олимпийские игры зарождались с ММА. Ну, то есть, дословно, с Панкратиона. Сейчас что-то случилось. И как бы, ну, не сейчас тогда что-то случилось. Переросло что-то там по отдельности, там, борьбу и так далее, и так далее. А история циклична? Когда-нибудь это, наверное, повторится. Еще стоит сказать, что 23 июня турнир совместной Найзы и Урала будет. И билеты на него можно купить на двух площадках. Первое – это сайт Алматы-арены. И второе – это заказ билетов.кз. Так что покупайте, пока билеты еще есть. Ссылочка тоже будет, я думаю, в описании к этому видео. Ну, просто приходите на сайт и покупайте. Вот, Миша, ты уже давно в этой индустрии, там, у нас находишься где-то практически год, да, кажется. У тебя у самого нет вообще не просыпается желание? Я знаю, что ты тренируешься. Не, я хочу. Не просыпается желание выступить? Нет, я давно хочу, но мне надо, вот говорю, во-первых, нужен соперник, а во-вторых, нужна форма. Будет соперник? Да. Ну, блин, при всем уважении, честно, я не хочу травмировать человека. Я в прошлом же действительно саппортсменом был. Ты думаешь, ты травмируешь Сулу? 100%. Ну, он взрослый дяденька, 44, по-моему, года. И если Сулу хочет, я как бы, ну, готов. Ну, просто, если честно, ну, у меня есть все равно какой-то паритет. И, короче, я уверен на то, что ты можешь его травмировать. 100%. Интересно. Вы наберете ли форму ту самую, где вы были бойцом? Без обид, ну, даже сейчас мои какие-то старые дрожжи, просто, ну, из-за возраста, наверное, может быть, если бы Суле было бы еще тоже, там, 30 лет, то более бы смысл бы имел. Против какого-то, вот, не знаю, там, молодого относительно форме человека, да. Мы ждем тогда ответа от Сулы о его форме. Я знаю, что он тренировался, боролся. И, ну, с характером, ну, конечно, там, проблем нет, он подерется. Короче, ну, все-таки возможен такой бой. Да-да, ну, на респекте, конечно, опять же, но если Сулу хочет, я всегда готов тоже. На Нази? Да, смел, гонорары, чеки. Да нет, мы договоримся. Завода нет? Можно и завода? Вагоном дадим. Я в деле. Он после боя вот так выйдет. Нурбекара, кирисыкэм, кирисыкэм. Причем еще, знаешь, не в микрофон, а в воду. Вот так скажешь. Ас-саламу алейкум, казахели. Меня казахша Юриныб Джатерман. Вот так скажешь. Рахмед, салву. Дарью, 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 рахмед. В принципе, можно смело. Как-то, видишь, хотел пошутить, но реально у меня в голове мысль возникла. Я просто говорю, вот соперника хочется, ну, какого-то, чтобы было конкурентно. А, тогда Игорь как дела? Вообще смело. Ну, Игорь, ну, он просто тоже, например, он не боец. Ну, просто он не боец, он именно там, он качалке занимается. А, не боец. Да, я не то, что, понятное дело, что с профессиональным бойцом мне как бы мало чего ловить в такой форме, в которой я есть. Но, чтобы кто-то был с бэкграундом каким-то спортивным, тогда это будет хотя бы интересно зрителям. Вот. А так просто, ну, со взрослым человеком драться, чтобы его травмируть, это не очень как бы, ну, нехорошо, короче. Игоря тоже травмируешь, короче. Да? Все, тогда у нас есть два потенциальных боя. И что интересно, с одним и тем же человеком, ну, с двумя соперниками по очереди. Ну, кстати, можно, да, за вечер. За вечер. Можно попробовать. Можно туда еще добавить Сирь Кнояна, если что. Он тоже готовится сейчас, боксирует. Можно, можно. И Мадьи Святай. Уже трех, три уже много. Миша, ты же думаешь, стравливать, вот я тебе, я тебе решил сегодня, короче, подловить. 4-0 будет у меня, ну, неплохо. За вечер, причем такая восьмерка, но только я прочь все. Сразу файд-мать, ты стоп-100 зайдешь. На какой вес будешь драться, подскажи, пожалуйста? Ну, 70. 70, ровно пока, да? Хорошо. Надо надеяться есть. Канара, что, джидилюмонтинге, джидилюмонтинге, персхи жарить не шагаре? Я не помню, казахский все равно, так что любую цифру можете назвать, я скажу. Надо согласиться. Джидюмонтинге. Надеюсь, там был миллион, азбук. Курдин другой, дурстар. Казахшебель миссинг кейн. Устный контрактор достану классно. Ты согласился на 150 тысяч тенге. Нормально. Годится. Пол месяца квартиру закрою. Раз мы заговорили о бизнесе, и жандарбек хочет стать бизнес-аналитиком в будущем, может быть, ты дашь какой-то совет ему по бизнесу, может быть, у тебя есть какой-то бизнес-инструмент интересный, который поможет жандарбеку в будущем? Проси больше. Говори коротко. Уходи борзо. А то есть, наоборот, проси мало, говори кратко, уходи дерзко. Вот и все. Делай минусы, да? Файфкит. А? Файфкит. И Файфкит тоже. Файфкит. Если вот эти все вещи будешь делать, и Файфкитом пользоваться, тебя ждет непременно успех. Смотрите, что интересно, мне сейчас 23 года, и меня зовут разные форумы. И я в разных местах тоже встречаюсь с разными людьми, бизнесменами. Тиндер? Нет, когда Тиндер. А, аферист из Тиндера. Нет. И они такие говорят, чем ты занимаешься? Я говорю, вот, спортивный менеджмент, матчмейкинг. Это тоже по-своему же бизнес, если так посчитать. Вот, бизнесмен, и это мне тоже научится. Чтобы тебе оптимизировать там задачи и сделать свой бизнес более продуктивным, надо использовать Файфкит. Если ты с Файфкитом будешь вести свой бизнес... Нет, на самом деле у него есть сегодня бизнес, которым он занимается, непосредственно помимо матчмейкинга в найде. Тиндер? 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 Рассказывать? Нет, нет. А ты и так подумаешь, что я... Ну, вот так много фотографий выдачу с разных турниров, с разными людьми. Но, кстати, люди одного пола. Да, самое главное одного пола. Это все шутка. Это шутка. Надеюсь, мама Жан-Дорбека не смотрит. Жан-Дорбек, смотри. На самом деле ты уже, не отдавая себе отчет, начал заниматься бизнесом. Он поставляет бойцов в разные промоушены. Также, помимо Найзы, там сопровождает бойцов в другие лиги. Какие из таких крупных боев ты устраивал? Ну, ладно, не будем говорить крупные, а в какие там лиги такие, хорошие, достойные лиги, ты подписывал бойцов? Хотя бы на один поединок. Если начать с Казахстана, тут у меня был Алаш Прайди, Мирген FC тут в Казахстане, а в России Арена, Шлеменко, Open, RCC. Вот пока вот такие. Да, и сейчас ты ведешь переговоры там в заграничной лиге. Да, пока у меня нету на данный момент контактов. Ну, есть контакты, но таких дружеских, хороших бизнес-партнеров или же отношений нет именно с 1FC. Беллатор, UFC, конечно, с остальными. Ты же сейчас нашел одного человека, который там в 1FC. Да, да, он это через человека. А напрямую с матчмейкером вот так работает. Чуть-чуть покачивает. Чуть-чуть серьезнее воспринимает, короче. Да, да, да. Как его? Шон Шелби? Шон Шелби, Дана Лайт, да? Ну, обрастет еще весом. Ну, конечно. И в прямом, и в переносном смысле. Это же все со временем. А я наоборот стараюсь худеть сейчас. Неспожно заниматься. Нет, нет, там наоборот надо обрастать. Хорошо. Сейчас, мне смс пришла, секундочку. А Джандарбека, он пишет, что 20% со 150 тысяч он забирает. 10 сделаю хотя бы. Извините, просто у меня тоже семья есть. Какая семья? У меня есть. Он же про Синдер говорил. Девушки есть, скажут. Ну, да. На маникюр надо деньги отправить. Окей. И все-таки последняя тема, которую мы начали обсуждать, но не закончили. Это бой Багдата и Казбека. Какой-то прогноз хочется тоже от вас услышать, потому что ты смотрел их бои, что Джандарбек тоже, как матчмейкер, по-любому просматривал их бои и любительские профессионалы. Давай я скажу вот так. По-моему, на сегодняшний день это равный поединок. Возможно. Но давай исходить из андердога и, возможно, фаворита. Ну, не будем говорить андердог. Скажем, там, букмекерским языком, кто фаворит, а второй что говорят? Как говорят андердог. Андердог. Ну, просто ни тот, ни другой боец андердогом не назовешь однозначно. Я скажу одну вещь. Багдату, а Казбеку повезло. Он пришел впервые в эту профессиональную жизнь. У Казбека длиннее конечности на чуть-чуть антропрометрия. Там, скажем, рост чуть-чуть выше. У Багдата, ну, не сказать, что у Казбека скорость меньше, чем у Багдата. Опыта больше в профи. Антропрометрия длиннее. Последние и того, и того поединок показали, что оба могут пропустить, оба могут, но они до конца дерутся. Это хорошо. Обоим дают такой плюс. Разве что вот этот опыт. Но при этом, при всем, Казбеку сегодня чуть-чуть сложнее драться, потому что он защищается. Всегда сложно защищаться. Защищает свой пояс. Где-то в голове... Ответственность. Да, где-то в голове ты прокручиваешь, ты чемпион. Ты можешь после боя уйти с поясом, а можешь потерять его. То есть есть какая-то ответственность. У Багдата, наверное, в моральном плане это чуть-чуть проще. Почему? Потому что... Ну, на него тоже есть давление, потому что он его до этого в любителях выиграл. Кстати, я посмотрел этот поединок. Друзья, если хотите увидеть этот поединок, вот пройдите по ссылке или нажмите на эту ссылочку, и пройдете, увидите полный поединок. В 2019 году дрались Казбек-Багдад между собой на чемпионате мира по ММИ. Знаешь, что я хочу сказать? Сложно будет Казбеку, наверное, в моральном плане защищаться. Багдату сложно будет воспринимать то, что он там до этого выиграл, сейчас ему надо выигрывать. Но при этом, при всем, у Багдата будет такой кураж, знаешь, типа ему проще будет, ему проще будет бить. Что нужно чемпиону? Чемпион может просто все пять раундов от защищаться, грубо говоря, не пропустить, при этом контратаковать. То есть здесь претендент должен сделать намного больше, чем чемпион. Это однозначно. Вот в этом плане, может быть, уже функционалка будет роль играть, физические какие-то моменты будут роль играть. Ну, естественно, скорость у обоих, она шикарная. В техническом аспекте они оба хороши. Умеет все, каждый из них бороться, бить. Единственное преимущество антропометрии это у Казбека и профопыта, профбэкграунда у Казбека он больше. И чуть-чуть, даже вот по первому поединку, когда я смотрел Казбек-Багдад, Багдад мне показался менее уверенный. Чуть-чуть в первом поединке. Позже, когда уже там они дрались, это был третий поединок или четвертый поединок Казбека, да? Шинком. Шинком это четвертый поединок. Четвертый поединок. А у Багдада это был второй поединок, да? И сейчас они выходят 4-0 плюс 2-0, да? Да-да-да. Ну, вот два поединка в профбоях это роль играет. Роль играет очень большую. Почему? Потому что на любого бойца посмотри, давай, скажем, бойцов UFC. Шавхата Рахманова. Два поединка тому назад и два поединка сегодня. Что он приобрел? Это такой большой, хороший, качественный опыт. Соответственно, в этом плане у Казбека, как говорится, плюсиков больше. И если так сравнивать, конечно, здесь фаворит будет Казбек. Хоть там проиграл он в 2019 году, там решение судей не проиграл, но опасность Бага представляет очень серьезно. Почему? Потому что Бага будет рисковать. Казбек, возможно, не будет рисковать, а вот Бага будет рисковать. Почему? Потому что ему нужно забрать это. Он будет рисковать, пробовать. И с каждым разом, когда у него, возможно, будет получаться или не будет получаться, если не будет получаться, он будет усиливаться. Если будет полчаса, он будет еще больше усиливаться. Жан-Дарбек, ты что думаешь? Давайте интересный разбор скажу. Хазбек у нас в 2021 году вначале дебютировал. У него оба, два соперника были локальными бойцами. Оба, которые имеют, как минимум, мастера спорта. Они были оба тогда еще дебютантами с Хазбеком вместе, когда дрались. Третий соперник у него был Варшан Геваргян. Варшан Геваргян в то время был уже опытным бойцом в профумы, который дрался уже во многих лигах Хасинга. Четвертый бой это Джон Шинг. Джон Шинг тоже опытный сам по себе очень сильный ударник, который дрался до этого NFC. И многократно дрался еще в разных тайских, вьетнамских лигах по кикбоксингу. А если вот тут уже посмотреть Багдата Жабаныша, у него первый же соперник, если не ошибаюсь, Султан Бекулу. Он сейчас месяц назад дрался за пояс 57 килограмм в октагоне. У него уже первый соперник был очень сильным, опытным бойцом. И то он выиграл досрочно его. Второй же соперник у него Исламидин Ланиматулла, кыргызстанский боец. А, кыргызстанский боец с России. Он же дал бой Джон Шинку и сделали они нищую. Если так посмотреть, у Багдата соперники тоже хоть двое, но они оба были очень опытные и сильные соперники. А у Хазбека вначале две локальные бойцы, которые дебютанты были, но последние две сильные были. И вот у обеих же соперников очень сильные. И плюс к этому они на 100% выиграли все бои досрочно. Все бои у них досрочные, у обеих бойцов. И если так подумать и посчитать, я думаю, что этот же бой будет, думаю, досрочным. Submission, KO или TKO в любом случае. Вот она форма успеха от Джон Арбека. Как он прочитал все, понял? 10% от того, 10% от того? Не-не, на самом деле он очень качественно сказал в плане статистики. Он подвел статистику и сказал, что вероятнее всего будет досрочная победа одного или другого бойца. То есть они оба опасны. Я бы, кстати, поспорил бы с этим. Мне кажется, это 5Kid или DarU? Где так учат? Нурбег Карабала так учат. Новое приложение надо открыть, Нурбег Карабала. Все 5 раундов, думаю. Нет, он вероятность сказал, что вероятнее всего бой закончится досрочкой. Почему? Потому что, учитывая хронологию, историю, исторические данные, историю побед, антропометрические данные, технический аспект, он все сказал и сказал, что вероятнее всего здесь будет досрочная победа. То есть и у обоих, и у того, и у того были такого рода соперники, как Джон Шинк и Нематула. То есть опасные для друг друга. Они роняли друг друга. То есть и того, и того уронили. И теперь, говорит, в случае там... Короче, он о чем говорит? О том, что бойцы будут все пять раундов стремиться закончить досрочный бой. Не знаю. Тем более, скорее всего, там у Еркенкуша будет такая мысль, что, типа, досудейство оставлять нельзя. После последнего решения, там, Амангельда и Дастан, скорее всего, они не захотят оставить там возможность судьям усомниться в их победе. Скорее всего, они будут рисковать. Багдай, думаю, будет в любом случае темповать. Прямо у него это всегда хорошо получается. Темп, темп, темп. Казбек, он тоже показал, когда, допустим, по нему один раз попадает, он хочет три раза выбросить. Это вот такая рукопашинская тема. Когда тебя там атакуют, ты контратаковать должен двумя-тремя ударами, сериями. Ну, я вот по ихнему бою сказал, если бой не закончится в третьем раунде, по окончании третьего раунда, если досрочно не закончится, скорее всего, мы увидим пятираундный бой. То есть я свое мнение тогда сказал еще. Можно, да, скажи, да? Технически нельзя? А можно, можно. Можно? Спасибо большое. Я думаю, в четвертом раунде кто-то из них будет выигрывать... Так, я думаю, сабмишином кто-то выиграет. А какая минута? А? Минута. Вторая или третья. Сабмишином? Да, сабмишином. Четвертый раунд, вторая или третья минута, сабмишином кто-то из них. Не конкретно, а кто-то из них. Я так думаю. Я думаю, судейское решение. Выговорит. Даже мы потом самому точному, если вспомним про это видео, какую-нибудь футболку отправим. Да, друзья, не забывайте подписываться, ставить лайк, дизелайк и писать комментарии, потому что чем больше ставите лайк, чем больше активности на наших социальных сетях, алгоритмы Инстаграма, Ютуба, они заточены так, что чем больше вы это делаете, тем быстрее они продвигают наши видео, тем больше людей увидят о наших новостях, о наших подкастах, о наших каких-то там приколах совместных. И о нас узнает максимальное количество людей. Вы способствуете. Вы не думайте, что если вы посмотрели там от того, что вы нажмете лайк или там дизлайк или напишите комментарий, ничего, как бы, плюсов никакого не будет. Как говорится, капля воды точит камень. Если вы камень, пейте воду на изна. С нитки по миру, бедному рубаху. Много таких высказаний. Весь наш охват это каждый из вас. Тут нет миллионов. Тут есть вы, которые делаете что-то для нас, мы делаем что-то для вас и это для нас очень ценно, дорого. Ваш комментарий, ваш лайк, ваш дизлайк, ваша активность для нас очень важна. Нажимайте, не ленитесь, спросите друзей, делайте это постоянно. Ну и напоследок, еще раз повторюсь, что билеты на турнир совместной Найзы и Урал FC уже доступны на заказ билетов.кз и на сайте Алматы-арены. Кстати, Баттербол. Будет Баттербол 23 июня. Будет участвовать команда Найзы. Урал FC объявил, там будут играть Хадис и Бронимов и многие-многие интересные другие ребята. ACA подтвердил, да? И у нас четвертая команда скоро подлится, скорее всего, будет это хардкор или наше дело, так что, ребята, кто смотрит этих ребят, кто хочет увидеть, как они летают по... Ну, я про всех говорю, потому что бросать могут любого, даже Артем Резникова, да, вот нули на прогиб, хотя это сильнейший борец. Так что, кто хочет посмотреть на то, как летают бойцы ММА по октагону, приходите 23 июня, покупайте билеты, заходите и топите за своих ребят. А, также хочу запрамутировать сразу следующий поединок. Скорее всего, до конца лета Миша. То есть, вестник ММА против наш боец или же Игорь как дела? Тебе. Тебе? Ну да. Ну неизвестно. Миша, тебе. А так дальше решим. Күнделікті кебең тіршілік жалықтырды ма? Уэз орныңды таппағаныңды сезесін бе? Онда несіне күтіп отырсын? Тоқтат. Уэз өмірінді өзгертіп. Арманды орындайтын уақыт келді. Болашақ мамандықтарының ғажап әлеміне саяқат тауға айрық шамын күндік бар. Жаңа бәлемінің мұхитына сынгып кет. Идеаларыңды өнерді ұндысын айналдыр. Өз кәсіпіңді тауып, сені бақыттығылатын істің шебері бол. Күнсайын жаңа дүния үйрен. Өз командың және өз менторыңмен бірге білім алып дама. Дар Юниверсити айті деге жөлін де баста. Құрақ! Субтитры сделал DimaTorzok